В дополнение к истории Льюиса хотел бы сказать, что для многих людей именно это главное препятствие, которое они никак не могут преодолеть. Примером является уже упомянутый сегодня Чарльз Темплтон, для которого зло и страдания послужили причиной его отречения от веры. Он сказал, что ни один разумный человек не может верить в любящего Бога, смотря на этот мир. Доктор Ленокс, вы разумный человек. Мягко сказано. Как бы вы ответили Темплтону? Я хотел бы знать, что именно движет этим человеком, потому что эта мысль звучит сильно. Но это грубое обобщение, и подобное обобщение беспокоит меня. Он же прекрасно знает, что на протяжении всей истории было множество умнейших людей, которые верили в Бога. Поэтому его утверждение неверное, и оно заставляет меня задаться вопросом, общался ли он с людьми, которые не только думали о страданиях, но и прошли через него, и смирились с ним. Видите ли, я очень осторожно подхожу к этому. Здесь нет простых ответов. Здесь нет упрощенных ответов. Каждый человек индивидуальный. Когда я сталкиваюсь с вопросом, что бы вы ответили человеку на это, вопрос обычно преподносится на интеллектуальном уровне, как ответ на информацию. Но он в действительности очень глубокий и личный вопрос. Поэтому часто нужно не отвечать на сам вопрос, а отвечать именно тому, кто его задает. Это гораздо сложнее. Обычно в такой ситуации я стараюсь больше слушать, чем говорить. Люди страдают, и им нужно точно описать свою боль. Часто боль залегает гораздо глубже, чем они думают. Здесь нельзя давать общие ответы. Это и беспокоит людей. Они приходят с вопросами, у меня есть друг, и он атеист, и он говорит это и то. И они ждут, что такие люди, как Марк и я, выйдут с общим ответом, который решит все проблемы. И все будет хорошо. Этого никогда не происходит, потому что такие вопросы находят ответы только через тесные отношения. Поэтому вместо того, чтобы пытаться навязать людям какой-то ответ, я предпочитаю говорить о том, что их действительно расстраивает, и в чем заключается их беда. В процессе беседы меняется динамика и отношения углубляются. Я не ответил на твой вопрос, Ник, но я бы поступил именно так. Я полностью согласен. Я посвятил целую главу «Проблеме зла» в моей книге, вопросы, которые христиане, надеяться, им никто не задаст. С ответами. С ответами, да. Я посчитал, что нужно включить не только вопросы, но и ответы. Я начинаю книгу с рассказа о том, что случилось с моей дочерью Эммой Джин, когда ей было 4 года. Мы купили ей новые кеты. Она была в восторге и радовалась своей новой обувью. Ей захотелось выйти и прогуляться в них. Мы стояли на тротуаре перед нашим домом, она побежала вперед. Там было небольшое место, где цемент был немного неровным. Она зацепилась краем своих новеньких кедов, споткнулась, упала и ушиблась. Она заплакала, и я помню, как она сказала, «Ну почему это случилось со мной?» И продолжала спрашивать, «Почему?» Вы можете себе представить, что было бы, если бы я тогда сказал, «Давай объясню, почему. Это новая обувь, она не разношена, бетон неровный, мы живем в безнадежном мире». И все это четырехлетнему ребенку. Она спрашивала, почему, но ей не нужен был ответ. Ей нужны были объятия, любовь и утешение. Я думаю, что иногда, когда люди задают этот вопрос, им на самом деле не нужен ответ. Им больно, и они говорят, «Почему, Господи?» Но что им действительно нужно от нас, христиан, так это христианская любовь, утешение и объятие. И может просто посидеть, держать их за руку и помолчать. Я согласен с тем, что сказал Ленокс, и думаю, что это действительно важно.